Мы побеждаем, когда едины. Именно поэтому я принял решение объявить следующий год годом нашего народного единства. Итоговая речь. Губернатор региона обозначил главные направления в работе властей на следующий год. Итоги года подводят и главы муниципальных образований. В Наринмаре завершился высший совет при губернаторе. С главными событиями этого дня в студии Олега Танзейский новости начинаются. Следующий год в Нинецком округе станет годом народного единства. Об этом сегодня на высшем совете заявил глава региона Игорь Кошин. Он выступил с докладом об итогах деятельности. Несмотря на сложные экономические условия, в уходящем году удалось многого достигнуть, сказал Игорь Кошин. Он подчеркнул, мы побеждаем, когда едины. А вот что касается наступающего года, то одной из главных задач в регионе по-прежнему остается борьба с так называемым социальным сиротством. Свою речь глава региона начал с подведения итогов в сфере экономики. Объемы добычи нефти за 9 месяцев текущего года выросли на 558 тысяч, что 05 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2014-го. Впрочем, не нефтью единая, жив за полярный край, отметил Игорь Кошин. Обратите внимание на положительную динамику валового регионального продукта даже без учета нефтяных доходов. Если в прошлом году рост составил 700 миллионов рублей, то в этом году уже 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Находясь в прямой нефтяной зависимости, расходная часть бюджета региона на соцполитику должна быть сформирована по принципу адресности и нуждаемости. Яркий пример такого подхода – увеличение от числа детей до 400, которые в следующем году смогут поправить свое здоровье. Знаю, не все решения по социальным льготам воспринимались вами единодушно. Однако в округе на начало года было 106 тысяч социальных выплат. Обратите внимание на эту цифру – 106 тысяч. Это в два с лишним раза больше, нежели жители в нашем регионе. И понятно, что в данной системе необходимо навести порядок, особенно с учетом экономических реалий. Объемы социальных выплат в следующем году останутся прежними. Власти будут поддерживать всех, кто в этом нуждается, подчеркнул Игорь Кошин. Говоря о развитии округа, было бы неправильно концентрироваться только на текущих потребностях. Мы обязаны думать о долгосрочных перспективах. Именно поэтому значимым достижением в нашей работе на федеральном уровне в текущем году, я считаю, принятие постановления Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития нашего округа. Постановлением предусмотрено непосредственное участие правительства страны в решении стратегических для нашего региона вопросов. Речь в том числе идет о строительстве дороги на Ринмар-Усинск, о подключении Неницкого округа к единой федеральной системе энергоснабжения, о реконструкции на Ринмарского торгового порта и аэропорта. Далее Игорь Кошин в своем докладе затронул выполнение майских указов президента. В этом году мы смогли совершить, не побоюсь этого слова, прорыв в обеспечении наших жителей доступом к государственным услугам по принципу единого окна. Если в начале года только в половине муниципальных образований были многофункциональные центры, то к концу года МФЦ уже функционировали в каждом муниципалитете. За текущий период государственные услуги в центрах получило 21 тысяча человек. Это в три раза больше, нежели в 2014 году. Рад, что это мы смогли сделать одними из первых в нашей стране. Что касается кадровой политики, то в этом году на работу в образовательную сферу региона пришли 35 молодых специалистов. А учреждения здравоохранения полностью укомплектованы участковыми терапевтами. Но кадровый голод испытывает по-прежнему большинство поселений нашего округа. Причем во всех сферах. Строительство, медицина, образование и так далее. Поэтому эту работу нам необходимо продолжить и в следующем году. Жизнь села должна быть сконцентрирована вокруг производства, считает губернатор. Поэтому власть региона постарались сделать так, чтобы жителям деревень и сел было выгодно и интересно создавать полезные продукты. Для этого была изменена система субсидирования агропромышленных хозяйств. Приняты меры постимулированные жителей к открытию частных хозяйств. В результате в текущем году были открыты три новых производственных объекта. В Красном, Оксино и поселок Харягинский. Зарегистрировано 11 частных предпринимателей, создавших хозяйство с нуля. На начало года их было всего два. Хочу особо отметить такой факт в указанном направлении деятельности. Ранее производственные мощности мы пытались создать за счет бюджета округа. В этом году мы решили отдать их строительство на округ нашим самим хозяйственникам. Первый результат превысил ожидания. В бюджете было запланировано строительство убойного пункта стоимостью 149 миллионов рублей. Я подчеркиваю. Тем не менее, СПК Путилича с нашей помощью сам построил необходимый убойный пункт, который нужен оленеводам за 75 миллионов рублей. Это тот пример, которому должны следовать и другие хозяйства, подчеркнул глава региона. Строить производственные объекты должны те, кто их затем будет эксплуатировать. Теперь продовольственный рынок. В прошлом году администрация округа приняла дополнительный ряд мер для улучшения ситуации в сельском хозяйстве. Благодаря новым механизмам субсидирования конечного продукта мы наблюдаем рост производственных показателей во всех животноводческих хозяйствах. Валовое производство молока в первом полугодии увеличилось почти на 100 тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хозяйствам стало выгодно производить больше продукции, увеличивать стадо. Аналогичная ситуация в оленеводстве. В этом году в оленеводских хозяйствах появилось на свет на 3 с лишним тысячи телят больше, нежели в прошлом. Это значит, что порядка на 100 тонн увеличится заготовка мяса. Затронул глава субъекта в своем выступлении достижения нашего региона в области культуры. В год литературы Ненисский округ стал вторым на всероссийском конкурсе «Самый читающий регион страны», оставив позади такие культурные столицы, как Москва и Санкт-Петербург. Затем Игорь Кошин говорил о самом дорогом в нашей жизни – детях. 50 детей обрели новую семью, еще 20 покинут детский дом в ближайшее время. И я выражаю благодарность всем, кто участвовал в этом благом деле. Однако хочу обратить внимание всех присутствующих в округе. По-прежнему остро стоит проблема социального сиротства. 90% воспитанников наших учреждений, детского дома, дома ребенка, наших сирот – это жертвы неблагополучной обстановки в семье. И на эту проблему я прошу обратить самое пристальное внимание всех органов государственной власти и органов местного самоуправления. В уходящем году россияне отметили важнейший в истории страны праздник – 70-летие победы в Великой Отечественной войне. В период подготовки к юбилею власти провели реконструкцию и замену памятников на могилах ветеранов почти во всех поселениях региона. Мы установили 130 памятников и в дальнейшем будем продолжать работы по увековечиванию памяти, павших в борьбе с фашизмом. Ежегодно мы теряем героев войны. В 2015 году из жизни ушли три ветерана Великой Отечественной войны, жители нашего округа. Это Анисия Меркурьевна Шалонина, Даниил Павлович Терентьев и Антон Виссарионович Михеев. Прошу всех присутствующих почтить их память. В завершении доклада планы на предстоящий год. Необходимо увеличить объемы инвестиций в топливно-энергетический комплекс нашего региона. Конкуренция в этой отрасли, считают губернатор, будет только повышаться. Также в следующем году власти должны уделить огромное внимание предпринимательской деятельности. Необходимо ликвидировать административные барьеры для развития частного бизнеса. Коллеги, друзья, президент в своем послании отметил, что мы должны быть готовы к затянувшемуся периоду низких цен на сырье и внешних санкций. Однако даже в этих непростых условиях мы многого достигли за 2015 год. Для преодоления всех экономических трудностей в наступающем году нам необходимо сплотиться еще сильнее. Мы побеждаем, когда едины. Именно поэтому я принял решение объявить следующий год годом нашего народного единства. Основная задача года народного единства – консолидация представителей власти, бизнеса, некоммерческого сектора для достижения общей цели. Я не случайно призываю к такому трехстороннему взаимодействию, потому что знаю, что каждый из его участников активно вовлечен в социальную жизнь нашего округа. Подобно тому, как нам удалось сколыхнуть наш Агропром, мы надеемся создать конкуренцию в сфере социальных услуг. Рассчитываем, что часть услуг вместо госучреждений смогут выполнять некоммерческие организации. Идея единства подкрепляется исторической памятью многонационального округа. И здесь особенно важно создать единую систему взаимодействия, где дети помогают ветеранам, военнослужащие шефствуют над школьниками, в работе поисковых отрядов участвуют люди разного возраста. Убежден, что только вместе мы сделаем наш округ один из самых конкурентоспособных регионов нашей страны во всех сферах. От экономики до культуры. Олег Танзийский, Александр Дуркин, Телеканал Север. Итоги выходящего года подвели сельсоветы. Пять из 20 муниципальных образований сегодня получили награды специального проекта Высшего совета при губернаторе «Лучшие муниципальные практики в Нинницком округе по итогам 2015 года». Так выяснилось, что самый спортивный сельсовет – это Коткинский, а самый культурный – Великовисочный. За особые достижения в области предпринимательства, занятости населения и сельского хозяйства специальный приз получил Канинский сельсовет. В этом году нам удалось запустить новый убойный цех. Это позволяет выпускать продукцию более высокого качества. В цехе занято 10 человек. Надо отметить, что все работники официально трудоустроены на период забойной кампании. Одна из задач, поставленных губернатором на итоговом Высшем совете в 2014 году, – это развитие малого бизнеса на территориях муниципальных образований. При поддержке окружных, исполнительных и законодательных властей в Канинском сельсовете с начала 2015 года зарегистрировано 5 индивидуальных предпринимателей. Среди них два крестьянско-фермерских хозяйства. По мнению жюри специального проекта Высшего совета при губернаторе, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера лучше всех сохранен в Малоземельском сельсовете. Муниципалитет образован сравнительно недавно, в 95-м, и сегодня среди всего населения 92% – это коренные ненцы. Родной язык в школах Нельминоноса дети изучают с первого класса, между тем на Высшем совете отдельно наградили глав муниципальных образований. Специальный диплом вручили самому инициативному руководителю сельского совета в 2015 году. В данной номинации были отмечены главы Приморско-Куйского, Хоседа, Харцкого, Тельвисочного, Пешского, Хариверского, Канинского сельсоветов. Ну а дипломантом признана глава Ангикского сельсовета Абакумова Валентина Федоровна. В выходящем году это заключающее заседание Высшего совета при губернаторе Неницкого округа. В следующий раз главы муниципальных образований в столице региона соберутся уже в 2016-м. Итоги работы регионального отделения партии «Единая Россия» за текущий год подвели на очередной конференции. Участие в ней приняли члены местных отделений и первичных ячеек партии из всех населенных пунктов региона и окружной столицы. Год 2015-й стал для партии удачным. В единый день голосования 13 сентября все вакантные выборные должности заняли единороссы. Поддержку жителей получили главы Великовисочного и Тельвисочного сельсоветов, а также депутаты городского и Тельвисочного советов. Высокий процент голосов от жителей Неницкого округа получил и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. В следующем году партийцев ждут еще одни выборы. Вы все знаете, что в 2016 году нам предстоит федеральный выбор в Государственную думу. Впервые за 13 лет Неницко-автономный округ будет избирать депутата, который будет представлять интересы исключительно жителей Неницко-автономного округа. И мы все должны осознавать всю ответственность, которая у нас сложится в самые ближайшие месяцы. Для того, чтобы в следующем году выбрать поистине народного кандидата, необходимо провести предварительные внутрипартийные выборы. Праймерис планируется 26 мая 2016 года. Шла речь и об экономической ситуации в стране, и в частности в нашем регионе. Впервые за несколько лет бюджет субъекта принимается с внушительным дефицитом. Будем вынуждены взять кредит для того, чтобы в этой сложнейшей социально-экономической обстановке сохранить уровень социальной поддержки граждан и сохранить то поступательное движение вперед, которое сегодня у нас имеется в строительстве детских садов, больниц, школ и других социальных объектов. Еще одним вопросом в повестке конференции значились выборы делегата 15-го съезда Всероссийской политической партии. В начале года в Москве наше региональное отделение представит секретарь первичного отделения партии в Усть-Каре Валентина Нагатысая. Алена Валей, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Смотрите далее выпуски. Невпечатляющий результат. Российские дороги заняли 123 место в мировом рейтинге. Существует накат, а по ГОСТу накат не должен быть на дорогах с асфальтовым покрытием. А вот качество дорог в Наринмаре оценила наша съемочная группа «Довольны ли водители?» Российские дороги заняли 123 место в мировом рейтинге. За три года Россия поднялась на 13 позиций в рейтинге лучших дорог мира. Это результат опроса бизнесменов. Несмотря на низкие оценки качества дорог бизнесом, в целом доля удовлетворенных качеством дорог россиян в прошлом году достигла 50%. Но это по данным опроса Центра стратегических исследований. По мнению директора Центра транспортного моделирования Института экономики, транспорта и транспортной политики Павла Козлова, одной из проблем российской дорожной инфраструктуры является большое количество источников финансирования, их непрозрачное распределение. Во многих странах мира все дорожные выплаты включаются в цену на топливо. Это довольно прозрачный метод. Сколько наездил, столько и плати. А у нас, к сожалению, все более запутанно, отметил Павел Козлов. Плюс у нас развивается сеть платных дорог. Эти деньги тоже частично должны пойти на обслуживание дорог. В Федеральном дорожном агентстве сообщили, что в 2016 году объем финансирования Росавтодора вырастет на 28 миллиардов рублей и составит 553 миллиарда. По словам председателя ведомства Анастасии Максимовой, особый акцент в структуре бюджета ведомства будет сделан на оказание поддержки регионам. Для этих целей выделено более 130 миллиардов рублей. Приоритетными направлениями остаются ремонт и содержание федеральных дорог. На них предусмотрено 248,5 миллиардов рублей. Около 239 миллионов рублей запланировано в бюджете 2016 года на содержание всех дорог, которые находятся в ведении Нинецкого округа. Более 140 миллионов от этой суммы направят на содержание транспортных артерий региона в зимнее время. Начавшаяся зима уже, впрочем, испытывает дорожников на прочность. О том, как они справляются со своей работой, мы спросили у водителей и пешеходов окружной столицы. Не совсем, видите, какие. Особенно во дворах. По проезжей части еще можно проехать, а во дворах очень много снега. И там в этом дворе кучу согребают. Ну, детям хорошо катаются, а машины ставить некуда. Дорожное полотно устраивает вас? Да. Полностью на всех участках дороги во всем городе? Только во дворах не устраивает. И очень много глыб, действительно, опять накапливается снег на Ренмаре. Это плохо. Не вывозится, да. Вот даже возле этого дома, смотрите, куча. А вот там, где калорьки, там вообще, если будет таять, то просто затопит. Довольно. Всем абсолютно доволен. Да, хорошо убирают. Очень доволен, хорошо работают. Нет, не устраивает. Очень много снега вот на обочинах. Где пешеходный переход, там тоже сугробы не пройти никак. Так, много очень снега. Ну, сейчас коляски тоже на руках все перебирались. Как убедилась наша съемочная группа, водители и пешеходы окружной столицы оценивают общую картину расчистки города от снега на твердую четверку, при этом особо не вдаваясь в детали. Для наринмарцев нет разницы, кто убирает конкретную дорогу, тротуар или двор. Главный результат, тем более сегодня, когда полномочия строго разграничены, и у каждого есть своя зона ответственности. За состояние междворовых проездов и проходов, например, отвечают чистый город и управляющие компании. За главной магистрали города по улицам Ленина, Ваучейского, Октябрьской, Хатанзейского и Первомайской общей протяженностью 5,4 километра уже почти год следит наринмар-доримстрой. После передачи этих дорог из собственности города в округ транспортные артерии заметно преобразились в период летнего ремонта. Теперь все свои силы дорожники направили на уборку и вывоз снега. Для этого в автопарке наринмар-доримстрой есть 24 единицы техники – погрузчики, грейдеры, самосвалы и комбинированные дорожные машины. Кроме уборки и вывоза снега с главных магистралей города в зону ответственности дорожников входит и посыпка дорог антискользящими материалами. Сейчас посыпают песком, но это не совсем достаточно, потому что существует накат, а по ГОСТу накат не должен быть на дорогах с асфальтовым покрытием. Сейчас рассматривается вопрос применения песчано-солевой смеси. Но пока еще не решен вопрос. Но это актуальная проблема. Чтобы вот теперь не скользить по дорогам, а после метели не утопать в сугробах, выполнять свои обязанности, добросовестно должны все дорожные службы. Свою лепту должны внести и сами горожане, вовремя убирая машины с дворовых территорий для уборки снега и обочин дорог. Ирина Цепитова, Елена Семеновича, Вадим Стасюк, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Такова была информационная картина этого дня. Все новости есть и на нашем сайте, адрес трк-север.ру. Далее прогноз погоды. С наступающим вас и до встречи. Продолжение следует...